В Карабаше появится мемориал героям Советского Союза и полным кавалерам Ордена Славы. Первый элемент комплекса – памятник герою-танкисту Александру Суганяеву – уже отреставрировали. Сейчас местный скульптор в своей мастерской готовит барельефы еще трех именитых горожан. Артур Ишпулатов продолжит. В мастерской скульптора Игоря Акимова будущий барельеф обретает форму. Его композиция от фронтовых подвигов переходит к мирному труду на предприятиях Карабаша. Хаос сражений и резкие очертания солдат сменяются фигурами шахтеров и металлургов. В маленьком эскизе ты даже это можешь не увидеть. Когда ты стоишь перед работой, она на тебя уже начинает с тобой взаимодействовать. Ну ты уже тогда с ней начинаешь такой танец танцевать, скажем так. Барельеф отольют в металле. Он украсит мемориальный комплекс на берегу городского пруда в Карабаше. Там уже отреставрировали памятник герою-танкисту Александру Суганяеву. Александр Константинович Суганяев прошел всю войну и 9 марта 1945 года погиб. Ему было присвоено звание Героя Советского Союза в 1945 году. Когда закончится реконструкция, это будет единый мемориальный комплекс на набережной. Рядом с памятником танкиста появятся еще три монумента его прославленных земляков. Пехотинец Иван Глухов отличился во время штурма Сапун-горы в Севастополе, уничтожил гранатами три вражеских дзота. Василий Сыпачев, будучи контуженным, вытащил из-под битого танка командира, а после вернулся на фронт и получил ордена за бои на Сандомирском плацдарме и в наступлении на Одер. Анатолий Шевелев отличился в уничтожении вражеской техники и пехоты в боях в Польше. Это очень скромные люди, которые никогда не могли без комка в горле вспоминать военные события. Это трудолюбивые, отзывчивые, всегда готовые прийти на помощь. Все трое после войны вернулись в Карабаш. Анатолий Шевелев и Василий Сыпачев работали на шахте, добывали медную руду. Иван Глухов трудился в металлургическом цехе Карабашского медиплавильного комбината. На работу они ходили по набережной, где и появится обновленный мемориальный комплекс в память об их подвигах. В прошлом году по инициативе председателя Совета директоров РМК Игоря Алтушкина в Карабаше провели его капитальный ремонт. И металлурги вновь зажгли вечный огонь от пламени конвертера Карабаш-Меди. Артур Ишпалатов, ОТВ. Артур Ишпалатов, ОТВ. Артур Ишпалатов, ОТВ.